Это программа Телезащитник. С вами в студии Роман Койден. Здравствуйте! На автоответчик редакции оставили сообщение жители дома номер 70 по улице Мира, столичного микрорайона Эжва. С августа прошлого года они не могут решить проблемы с восстановлением общедомового имущества. Еще в августе месяца 2012 года загорел лифт. И никак вот это дело у нас не двигается. Я в планово-техническом отделе на улице Космонавтов 20 нам сказали, что финансов нет и не будет. Мы уже очень сильно устали, таская на себе коляски, детей. Вот. И подскажите, пожалуйста, куда и как надо правильно обращаться, чтобы сдвинуть эту проблему с мертвой точки. Исходя из части 1 статьи 36 ЖК РФ, пункта 2 раздела 1 «Правил содержания общего имущества в новоквартирном доме», утвержденных постановлением правительства РФ номер 491, лифт является элементом общего имущества собственников в новоквартирном доме. Согласно ст. 158 ЖК РФ и ст. 210 ГК РФ, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. Понятно, когда собственник администрация и квартира в доме муниципальная, тогда обязанность по замене лифта лежит на администрации. Если же большинство квартир в собственности граждан, то принимать решение о содержании общего имущества гораздо проще, когда собственники дома организованы. Организованы – это значит, что при необходимости в кратчайший срок можно провести общее собрание и принять важное для дома решение. Кому еще в этом мире, кроме как вам, собственникам дома, нужен этот лифт? Никому. Поэтому совет, чтобы сдвинуть вопрос с мертвой точки, организуйтесь, проведите общее собрание и представьте на него смету по ремонту лифта от нескольких организаций и примите решение о ремонте общего имущества. 35 кубических метров воды. Ровно столько требуется на влажную уборку лестничных клеток в доме номер 10 по улице Карьерной города Сахтовкара, так утверждает Октябрьская управляющая компания, выставляя счета по общедановым нуждам. Однако сами жильцы уборщицы с тряпкой и ведром не видели. Вот уже три месяца Александр Моторин пытается добиться от управляющей компании объяснений и узнать причину круговорота воды в жилом доме. С недавнего времени сверхпотребленной жидкости пенсионеру начисляют дополнительные 4-5 кубов воды. Мужчина выяснил, что протечек воды в доме нет, да и каких-либо технических работ по промывке системы отопления с лета не проводилось. По утверждениям коммунальщиков, деньги взимаются на общедомовые нужды, только на какие именно, в управляющей компании не уточняют. За разъяснением ситуации Александр Серафимович обратился в администрацию города, а также прокуратуру Сахтовкара и республики Коми. Правда, особых результатов это не принесло. Вот в итоге накры, постановление правительства, что это получается, что постановление правительства уплачивает за ту воду, которой я не пользуюсь. Александр Серафимович весьма возмущает данное нововведение, поэтому он отказывается оплачивать приписанные литры. И потому интересуется, как доказать, что на самом деле по статье на общедомовые нужды ни капли воды в доме не расходуется, а требование по оплате незаконно. Вопрос непростой. Надо разбираться. Общедомовые нужды, которые в квитанции распределяются пропорционально занимаемой площади между всеми жильцами, это разница между показаниями общедомового прибора учета и совокупности показаний индивидуальных приборов учета и платежей по нормативу квартир, не оборудованных счетчиками. Откуда образуется этот перерасход воды, необходимо выяснять в каждом доме индивидуально. Вариантов море. Это и не сданные или не вовремя сданные жильцами показания индивидуальных приборов учета. Это всяческие приспособления, магниты и так далее, на счетчике для искажения показаний. Это утечки и протечки в сетях, в том числе и у граждан, которые платят по нормативу. Почему они потребляют больше норматива? Может быть проживают незарегистрированные граждане или протекает санузел. Это все оплачивают жильцы с индивидуальными приборами учета. Выход есть. Оборудование каждой квартиры индивидуальными приборами учета. Поверка приборов учета. Сверка показаний счетчиков. Тогда можно будет элементарно обнаружить, откуда берется общедомовое потребление и кто за него должен платить. Крик о помощи. Я работаю на компрессорной станции в Малой Пере Сосногорского района, пишет вахтовик Денис из Саратовской области. Сюда меня и моих коллег направило мое предприятие Саратов Энергострой. Сначала обещали золотые горы и соцпакет. Но на самом деле всех, кто заболел, грипп или ОРВИ, выгоняют на улицу. Обратные билеты не покупаю, утверждая, что мы не являемся сотрудниками фирмы. Хотя все документы у меня на руках. Также есть оплаченные с Саратов Энергостроем билеты до Малой Перы. Условия труда рабские. Зарплату не дают который месяц. Помогите! Вам смогут помочь только правоохранительные органы. Обращаться с жалобой необходимо в прокуратуру и в Следственный комитет Саратовской области по месту нахождения организации. В полномочиях прокуратуры проведение проверки, привлечения к административной ответственности за нарушение трудового законодательства и подача исков в суд о взыскании заработной платы в ваших интересах. В Следственный комитет обращайтесь с заявлением о возбуждении в отношении руководителя организации уголовного дела за невыплату заработной платы. К жалобе и заявлению прикладывайте копии трудовых документов. И перед следующим трудоустройством наводите справки про работодателей, особенно если работаете вахтовым методом. Достаточно в интернете набрать название организации. Вопрос из Усть-Цильмы. Владимир Черный проживает в частном доме, рассчитанном на две семьи. С недавнего времени у пенсионеров появилась проблема. Старики не могут попасть на свою половину дома. С боем через баррикады Владимир вместе с супругой Клавдией ежедневно прокладывают путь со двора на улицу. А все из-за конфликта с соседями. Два года назад в доме, где проживают пенсионеры, появились новые хозяева, которые весьма своеобразно начали выяснять отношения. И в результате вот таких конфликтов она нам перекрывает проход на переулок вообще. Свои поступки соседи объясняют просто. Заезд во двор расположен со стороны их половины дома, а значит является частной собственностью, проход по которой без разрешения хозяев запрещен. В серьезности этих слов Владимир и Клавдия убедились в конце прошлого года, когда в новогоднюю ночь к пенсионерам посетили незваные гости. В 22 часа к нам наряд милиции, гости, как странно. Мы вообще в шоке. А вы не ошиблись? Я спрашиваю, вы к кому? К вам. А почему? Да потому что к вам вы занимаете частную собственность. От того, что зять приехали с Ухты, да, и прошли до гаража. В качестве альтернативного варианта соседи предложили пенсионерам сделать отдельный заезд к своей половине дома. Предложение такое, чтобы мы делали дорогу через берег. Прокладывать дорогу по берегу нельзя. Там водоохранная зона. Да и занятие это дорогое и бессмысленное. Во время паводка вода поднимается практически до самого участка, а это значит, попасть во двор можно будет лишь на лодке. Пенсионеры пытались решить ситуацию законным путем и обращались в суд. Только результатов это им не принесло. Служители Фемиды оказались на стороне соседей. Владимир Черный спрашивает, где теперь ему искать защиты. Из вопроса следует, что земельный участок, через который вам удобно ходить, принадлежит соседям. Почему вы считаете, что имеете право пользоваться чужим земельным участком? По какому праву? Это запрещено. В Гражданском кодексе Российской Федерации есть институт под названием сервитут. Применительно к вашему случаю указанный институт может предоставить вам ограниченное право пользования соседним земельным участком, в частности, для прохода или проезда по чужой территории. Соответствующим искам об установлении сервитута вы можете обратиться в суд. Однако, необходимо понимать, что, во-первых, удовольствие это будет платное, собственник будет иметь право на вознаграждение, а во-вторых, у вас не должно быть иной возможности доступа на ваш участок. То есть, проход через соседний участок должен быть единственно возможным. И все это вы должны будете доказать в суде, Если способ доступа на участок есть, помимо соседского, то желание укоротить маршрут – это уже ваша прихоть. Право частной собственности охраняется законом. Во время прошлого эфира мы познакомились с ухтинкой Надеждой Ежовой и увидели первую серию из коммунального цикла «Труженик МРУ-10 и управляющий компанией Дом города Ухты посвящается». Как развивались дальнейшие события, узнаем прямо сейчас. На протяжении 22 лет прихожая меня постоянно затапливает. За апрель месяц у нас составлено 8 актов. Были мои письменные заявления и письменные ответы со стороны ЖУ. Они ничего не предпринимали и ничего не обещали делать. 22 мая мне позвонили ЖУ и сказали, что придет комиссия жилинспекции. И попросили меня подняться на крышу нашего дома, чтобы принять работу. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну что, показывайте, что у вас. Вы, кто? С каждой инспекции. Ну вот, пока вот все стоит, я ничего не могу делать, потому что вот это место домик. Видите? Не, ну кровь, наверное, над вами квартира, наша квартира уже сделана. Там дальше делают, муково стекает. Подождите. 20-го года я жду. А что же делать? Выворная крыша. Выворная. Работать надо. По их словам, они отремонтировали кровлю над моей квартирой. Вот это место над моей квартирой. Вот водостоп. Смотрим дальше. А тут вода после дождя. Что непонятно. Вода должна вот так скапливаться, или все-таки она должна уходить куда-то? Тканили, вот видите. Вот это все. Швы вот эти вот. Вот эти швы заделали, да? Да. Вот вода вот так стекала вниз. И тазик у меня вот в этом месте как раз и был. Так, вот это у нас водосток. Он когда забит, тут как раз вода и течет. Видите, где у вас стекло еще? Вижу. Ну, посмотрите. Ага, вижу, вот в этом месте тоже текло. И вот здесь все будут заделывать монтажной пеной. Нет, пеной, а потом будем герметизировать еще. А, вот тут как хорошо видно сейчас. Нет, это мы пеним. Вот, 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 вот. Видите, как было? Вижу. Поэтому тут все и протекало. Да, вон годами видно. Тут знаете, сколько лет течет? 22 года. Я в прихожей 7 раз делала ремонт. Угу. Это все письма и обращения, которые мы успели разобрать сегодня. Свои вопросы вы можете отправлять в редакцию, адрес которой вы видите на своих экранах. Также работает автоответчик. А я с вами прощаюсь до следующей недели. Всего хорошего. Спонсор показа – Елатомский приборный завод. Телефон горячей линии 8 800 200 01 13.